Музыка Тема пятая. Методы ценообразования на предприятии. Группировки методов ценообразования. Все методы ценообразования могут быть разделены на группы, в зависимости от того, на что в большей степени ориентируется фирма-производитель или продавец при выборе того или иного метода. На издержке производства. Дотратные методы. Дотратные методы ценообразования предполагают расчет цены, продажи, продукции путем прибавления к издержкам производства некой определенной величины. На конъюнктуру рынка. Рыночные методы при использовании методов рыночного ценообразования. Производственные затраты рассматриваются предприятием лишь как ограниченный фактор, ниже которого реализация данного товара экономически невыгодна. Методы ценообразования, основанные на воспринимаемой ценности товара, базируются на величине экономического эффекта, получаемого потребителем за время использования товара. К данной подгруппе методов можно отнести метод расчета экономической ценности товара, метод оценки максимально приемлемой цены, на нормативы затрат на технико-экономический параметр продукции, параметрические методы. Сущность затратного метода ценообразования. Методологически затратная ценообразования состроится по схеме затраты плюс, причем под плюсом понимается некоторая величина прибыли, которая закладывается фирмой при создании нового дела в виде определенной заранее планируемой рентабельности производства. Главное преимущество данного метода – его простота и удобство. Это связано с тем, что у производителей всегда имеются данные о собственных затратах, однако он имеет два больших недостатка. Первое – это при установлении цен не принимают за внимание имеющий спрос на товар и конкуренция на рынке, поэтому возможна ситуация, когда товар при данной цене не будет пользоваться спросом. И второе – это любой метод отнесения на себестоимость товара, постоянных накладных расходов, которые являются расходами по управлению предприятием, а не расходами для производства данного товара, и являются условными. Методы на основе издержек. Метод установления цены товара на основе издержек производства. Иногда его называют метод надбавок. Широко используется в предпринимательской практике и отражает традиционную ориентацию на производство и в меньшей степени на рыночный спрос. Встречаются две разновидности этого метода – с использованием полных издержек производства и с использованием предельных издержек производства. Метод формирования цены, когда к полным издержкам прибавляется некая прибыль, определяется через норму рентабельности, носит название «метод полных издержек». Ресчет цены этим методом основан на разделении издержек производства на постоянные и переменные. Сущность метода – к полной сумме затрат прибавляют надпавку, соответствующую норме прибыли, принятую в данной отрасли или равную желаемому доходу от оборота. Формула для расчета по данному методу имеет вид 2С – себестоимость продукции, НТ – норма рентабельности, отнесенная к затратам. Например, если себестоимость составляет 200 денежных единиц, а рентабельность на уровне 20%, тогда цена товара составляет 240 денежных единиц. Метод предельных издержек. Сущность метода – к переменным затратам на единицу изделия прибавляется сумма, покрывающая достаточную норму прибыли. Формула имеет вид, где П – цена, М – все предельные издержки, Р – это рентабельность в проценте. Обычно ограничения на рентабельность устанавливаются в пределах 50-100%. Все зависит от характера продукции и ее дефицитности, спроса потребителей на нее и т.п. Однако, совершенствуя свое производство, фирма может обеспечить и более высокую рентабельность, чем это было установлено антимонимпольным комитетом при обосновании цены товара. При правильном подходе переменные прямые издержки должны явиться тем пределом, ниже которого ни один производитель не будет оценивать свою продукцию. В любом случае, истинная функция издержек заключается в установлении нижнего предела для первоначальной цены на товар, в то время как ценность этого товара для потребителей определяет высший предел цены на него. Метод установления цены на основе анализа рентабельности инвестиций. Основная задача данного метода состоит в том, чтобы оценить полные затраты при различных программах производства товара и определить объем выпуска, реализация которого по определенной цене позволит окупить соответствующие капиталовложения. Устанавливаемая надбавка к издержкам производства включает процентнохода на инвестированный капитал. Метод структурной аналогии. Суть данного метода заключается в том, чтобы при установлении цены нового товара определяют структурную формулу цены по его аналогу. Для этого используют фактические или статистические данные о долях основных элементов в цене или себестоимость аналогичного товара. Учитывая изложенные обстоятельства, можно записать формулу для определения цены товара в следующем виде. С – цена единицы товара, производство которого будет осуществляться в новом предпринимательском проекте. С – себестоимость единицы продукции после освоения производственной мощности будущего предприятия. П – планируемая прибыль на единицу продукции после освоения производственной мощности предприятия. Формула получения планируемой прибыли такова. П – р – планируемая рентабельность производства продукции после освоения производственной мощности предприятия в долях от единицы. Напишем формулу для определения себестоимости единицы продукции, составляющие основу затратного ценообразования. С – сущность ценностного ценообразования. В соответствии с принципом маркетингового ценностного ценообразования, устанавливаемая цена на товар должна обеспечивать наивысшую прибыль фирме за счет оптимального соотношения ценность-затрат. Такой подход исходит из оценки потребителей, потребностей покупателя, а также той ценности, которую он желал бы получить в виде товара. Именно ценность товара в глазах потребителя определяет ту цену, по которой он хочет приобрести товар. Пассивное и активное ценообразование. Затратный подход к ценообразованию исторически является самым устоявшимся и на первый взгляд самым надежным, поскольку в его основе лежит такая реальная категория, как затраты фирмы на производство и сбыт товара, подтвержденные бухгалтерскими документами. Затратный подход к ценообразованию – это метод ценообразования, с помощью которого для определения цены применяются фактические затраты фирмы на производство и организатору сбыта продукции. Это связано с тем, что при рыночной организации сбыток продукции уровень цены определяет возможный объем продаж и, соответственно, возможный объем производства, от масштаба которого зависит величина удельных затрат на выпуск единицы продукции. При росте объемов выпуска продукции снижается сумма постоянных затрат и, соответственно, величина средних затрат, подходящая на единицу продукции. Активное ценообразование, установление цен в рамках политики управления сбытом с целью достижения наиболее выгодных объемов продаж, средних затрат на производство и целевого уровня ретабельности. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.